Банальное оформление протокола за распитие спиртного в общественном месте и нарушение режима самоизоляции стало поводом для задержания и привлечения к уголовной ответственности. В Ижинском районе столицы на скамье подсудимых оказались двое приятелей. В ходе оформления административного материала молодые люди в присутствии свидетелей оскорбляли сотрудников полиции и даже угрожали им, чем в дальнейшем только усугубили свое положение. Евгения Кладкевич продолжит. Днем 9 мая внимание сотрудников ППС привлекли двое нетрезвых молодых людей на улице Мира. Находясь в общественном месте, приятели громко общались и открыто распивали спиртное. Причем нарушители общественного порядка не только не стеснялись прохожих, но и даже представителей власти, которые попытались сделать им устное замечание. В ответ силовики получили в свой адрес порцию негатива. Молодым людям было разъяснено, что в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения. В связи с тем, что они нарушили режим самоизоляции. После чего были приглашены в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. В связи с тем, что у одного лица не имелось с собой паспорта, то есть личность его была не установлена. На неоднократные замечания правоохранители пьяные пешеходы никак не реагировали, продолжая, почем зря, бронить полицейских. Дебоширов доставили в дежурную часть, однако и там нападки на стражей порядка продолжились. Можно выйти покурить? Старый дед, Витек. Че ты такой, блядь, ты че мой, сосед или че? А? Я тебе че-то нагрубил, блядь. Или можно тут тоже? Ты где же? А у меня сосед или че? Да. Че он сосед? Блядь, меня уже достигли, я могу выйти покурить. Ты пока временно ограниченный в своих правах, понятно? Правоохранители пытались объяснить. Покинуть здание полиции молодые люди смогут только после оформления протокола. Однако слушать ничего задержанные не хотели. Один из смутьянов даже сначала попытался покинуть помещение, а затем и вовсе устроил потасовку. Не, не, блядь, дома твои правила, которые ты хочешь, блядь, изъявить за самоизоляцию. У нас что, карантин веден или что? Я вышел в магазин. С чего ты мне пишешь, ряпа? Ты его забрал мне за что, ты меня забрал. Какие? Что, мое? Че делать? Че делают? Че делают? Че делают? Че делают? Не трогайся. Не трогайся. Че делают? Че делают? Ты не понимаешь? Я ничего не понимаю. После череды угроз в адрес силовиков посыпалась очередная порция оскорблений. Ты... Создай меня. Че ты? Задержай, пошли. Я сам заберу. Пугаешь. Это ты мне сказал? Это ты Миша сказал? По факту нелицеприятного инцидента полицейские составили рапорт. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении молодых людей. Сквернословы на следствии признали вину. За публичное оскорбление представителя власти фигурантам грозит штраф до 40 тысяч рублей или до года обязательных работ. К слову, приятели за нарушение режима самоизоляции по решению суда отделались лишь предупреждением.